Судьба сотен тысяч молодых иммигрантов, которые попали в страну несовершеннолетними, вместе с родителями, нелегальными иммигрантами, так и осталась нерешенной, поскольку американские законодатели во второй раз за несколько недель потерпели неудачу, стараясь реформировать иммиграционное законодательство. Не хватило даже поддержки президента Трампа в последний момент. Я сказал, примите, если сможете, но я также хотел, чтобы они делали, что считают нужным. Визит Трампа в Конгресс на прошлой неделе и последующие твиты, выражающие сомнения президента по поводу шансов законопроектов, вызвали разочарование среди многих членов Конгресса. Республиканцам так и не удалось собрать достаточное количество голосов среди своих однопартийцев. Сегодня мы увидели это меньшинство республиканцев, присоединившихся к демократам в Палате представителей, чтобы удвоить неудачную, нефункционирующую, неэффективную, несправедливую и порой жестокую иммиграционную систему. Опасаясь, что законопроект будет рассматриваться как предоставление амнистии молодым людям, консерваторы не поддержали его, присоединившись к демократам, которые критиковали другие пункты законопроекта. «Законопроект сокращает легальную иммиграцию на 40%. Он отменяет грин-карту, устраняет большинство путей для воссоединения семей. И, наконец, причиняет вред тем, кто обращается за предоставлением убежища. Данный законопроект – все что угодно, но не компромисс. В нем нет никакой справедливости. И, конечно же, он не ориентирован на семьи». У лидеров республиканцев другая точка зрения. «Американцы хотят целостного подхода к реформированию иммиграционного законодательства, которое прежде всего должно быть направлено на выполнение законов, а не на легализацию иммигрантов». Ответы на вопросы, возникшие после указа Трампа, прекратившего практику разделения семей нелегальных иммигрантов на границе, могут быть даны с помощью голосования в Сенате. «Мы все надеемся, что у нас будет возможность оставить семьи вместе, но также необходимо обеспечить соблюдение наших законов». В следующем месяце Палата представителей может проголосовать за другой законопроект, связанный с разделением семей. Перспективы его принятия Нижней Палатой Конгресса пока не ясны. Во вторник окружной судья Дана Сабро удовлетворил ходатайство Американского Союза гражданских свобод о введении временного судебного запрета по делу о разделении семей. Согласно постановлению суда, иммиграционные службы не могут больше отделять родителей и детей иммигрантов во время незаконного пересечения границы с Мексикой и должны воссоединить разлученные семьи. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.